Простые украинцы уже не надеются на улучшения в своей стране. Уезжают при первой возможности. За год число тех, кто попросил убежище в ЕС, возросло в 14 раз. Это цифры из последнего доклада Еврокомиссии. Бегут от шквального роста тарифов и цен, от падающих зарплат, полной безнадежности и беспомощности властей. Кто не может уехать, вынуждены считать копейки. С подробностями Ольга Князева. Новые правила проезда в метро и на поездах сделают льготников и пенсионеров Украины домоседами. Звания героев и участников Великой Отечественной войны. Они получали как жители страны. А спасибо за это им говорят в рамках отдельных городов. Киевское метро по пенсионному удостоверению бесплатно теперь только для киевлян. Приезжие платят. Власти планомерно урезают льготы. И люди уверены, это только начало. Понимаете, хорошо. А как вообще жить? Погано. Вот на что теперь будет уходить и без того нищенская пенсия, если человек зарегистрирован в области, но каждый день ездит в Киев. 1200 гривен превращаются в 600. Достаточно просто заплатить за свет и воду. Теперь минус еще 200 гривен на проезд в метро. Остается 400 гривен или 900 рублей. И на эти деньги нужно приспособиться, питаться целый месяц. Кому на Украине жить хорошо? Тем, у кого есть все. И получается, тем, у кого ничего нет. Нет квартиры, не нужно платить баснословную коммуналку. Нет работы, не нужно тратить деньги на проезд. И вот они, украинские реалии. Палаточный лагерь напротив главного банка страны. Сегодня ровно 100 дней, как эти люди живут на улице. Еду, воду, одеяло приносят сочувствующие. Здесь четыре раскладушки на данный момент. Еще одну сюда ставим. Пять человек, шесть. Могут двое человек на одной раскладушке. Это полностью двое? Ну да, получается так. Участники финансового Майдана брали долларовые кредиты на жилье, когда иностранная валюта была в четыре раза дешевле, чтобы выплатить хотя бы часть долга. Люди продавали машины, мебель, пытались перезанять, не справились. Живут на улице, уволились. В конце концов, когда зарплата почти такая же, как цифра в квитанции. Все равно, есть она или нет. Ну хотя бы один человек вышел из Нацбанка. Сколько дней я здесь нахожусь, никого не было. Несколько палаток, импровизированная кухня, островок отчаяния, которые власти предпочитают не замечать. И с каждой новой отменой льгот или повышением тарифов, готовых выходить на площади, становится больше. Для власти это очень опасная ситуация, потому что по существу любое событие может выступить таким, знаете, толчком к полностью изменению всего социального порядка. К тому, что многие группы населения, в том числе и пенсионеры, которые у нас в стране являются активной социальной группой, даже есть такое понятие, как пассионарные пенсионеры, что они могут в действительности начать массовые забастовки, в общем-то начать определенную социальную борьбу. Впрочем, протестуют не только пенсионеры, но и пионеры по возрасту. Один из супермаркетов Киева – акция против повышения цен на продукты. На деле обыкновенное хулиганство и даже воровство. Подростки берут с прилавка продукты и съедают, платить отказываются. Присоединяйтесь к голодному бонту, народ не должен голодать. Взорванная витрина одного из президентских кондитерских магазинов, как индикатор протестных настроений. Шоколад подорожал, но кому от этого хорошо? Население прекрасно знает. Боевики нашей группировки НСВП «Дивижн» заложили безополочное взрывное устройство в магазин «Рашен». Все отрасли промышленности идут ко дну. Население вымирает, а бизнес Порошенко вырос в 18 раз. Сладкий бизнес – как залог сладкой жизни президента в цифрах. Прибыль корпорации Петра Порошенко за последний год выросла в 9 раз. Любимое дело, от которого так сложно отказаться, несмотря на президентские обещания, гораздо легче. Порошенко отказывается от стратегических государственных предприятий. Вот уже и о приватизации Одесского порта заговорили. Михаил Саакашвили готов показывать объект гостям Одессы, директорам Европейского банка реконструкции и развития. А вот цифры о том, как живут люди, которые выбирали эту власть. По данным ООН, 70% работающего населения зарабатывают в день меньше 10 долларов, а значит, находятся за гранью бедности. Ольга Князева, Максим Семин, Первый канал, Киев.